И большое физическое напряжение в гонке, в квалификации, неважно. И опять же, чтобы ничего себе не повредить, не обязательно даже в аварию попадать, вот опять же, с спиной. Если у тебя мышцы спины плохо развиты, мышцы пресса особенно, то проблемы с спиной могут возникнуть реально. Так что очень важно уделять действительно много времени именно спортзалу. Спортзал в каком плане? В плане не накачивания мышцы. Мышечная масса не нужна, потому что иначе у тебя вес появляется лишний. И инженеры очень сильно беспокоятся по этому поводу. Так что тут самое главное именно использовать тот объём мышц, который у тебя имеется, для того чтобы именно с этим объёмом работать и максимально за этого объёма извлечь. Врач же постоянно наблюдает за состоянием физическим человека, потому что, ну, командный врач, тем более, если ты занимаешься профессиональным спортом, там уже, ну, очень чётко и тебя ставят какие-то временные рамки, наверное. И рамки того, там, врач тот же советует, что нужно развить на этой неделе, может быть, больше внимания уделить прессу, спине или ещё чему-то, ногам там. В общем-то, это же тоже довольно важные вещи. Конечно, то есть важно заниматься, ну, как и в любом, наверное, деле, важно именно программу иметь чёткую, как бы то, что тебе нужно сделать в данный момент, чтобы развиваться в правильном направлении. Вот из Саратовской области Михаил, молодец, класс. Миш, это тебе Гаврил некий прислал сообщение. Спасибо большое. Спасибо и вам. Мы послушаем звоночек. Добрый вечер в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей, город Мурманск. Очень приятно. Спасибо вам за перегачу. Хотел бы вопрос гостю вашему. Конечно, пожалуйста. А используют ли пилоты компьютерные симуляторы перед знакомством с технологией Сибатрас? Ну, кстати, хороший вопрос. Спасибо. Я отвечу вам. Спасибо. Спасибо. Используют. Используют, действительно, но, правда, эти симуляторы, они, конечно, несколько отличаются от, например, PlayStation. Потому что эти симуляторы, они, как бы, поэтому называешься симуляторами, они симулируют непосредственно, ну, скажем так, не все, конечно. Потому что это все-таки компьютерная игрушка. Надо все-таки признать. Но, тем не менее, они могут симулировать жару. То есть ты сидишь, как бы, вот в самом кокпите, да, естественно, мотора там нет, он не нужен. Но ты сидишь в кокпите, там, соответственно, усилие на руль какой-то прилагается. Ты, как бы, полностью пристегнут. То есть обратная связь. Да. То есть все это, как бы, у тебя рация и так далее. У тебя руль настоящий, как бы, от Формулы-1, где все настройки меняются. И ты действительно это чувствуешь, когда едешь. Например, вот, собственно, перед своими предстоящими тестами в Абу-Даби, как раз за рулем Рено Ф1, я провел два дня на симуляторе Red Bull. Ну, вот, как раз для того, чтобы, потому что, например, в Абу-Даби я еще не был никогда. И просто, чтобы не тратить время для разучивания там, куда там, грубо говоря, право-лево, там, да, потому что трасса все-таки непростая. Да, очень. Вот симулятор именно нужен для этого. На симуляторе сложно отработать какие-то вещи, например, ну, типа настройки машины и так далее, потому что все-таки симулятор есть симулятор. Потом в реальной жизни трассы все-таки выглядит так или иначе, но чуть-чуть иной. Надо еще учитывать твое физическое состояние на данный момент, оно может быть разным. Учитывать те перегрузки, которые ты испытываешь во время прохождения того или иного поворота или связки поворотов, то ускорение, потому что ни один симулятор, даже самый современный, с качающимся креслом там, как бы он все равно не даст стопроцентной картине. Нет. Ну, пока, в общем-то, хотя Red Bull потратил очень большое количество финансов на свой симулятор, но пока, и у них, кстати, сейчас лучше симулятора, вот, из всех команд Formal 1, но все-таки, честно говоря, пока еще, чтобы ты реально, все это было похоже на правду, и ты когда ездишь, и чтобы ты реально чувствовал, что, ну да, там можно нажать reset, как бы в случае чего, но все-таки, чтобы ты чувствовал какой-то там адреналин и так далее. Потому что когда ты едешь, это же все-таки, ты чувствуешь, ну, прилив адреналина и так далее. Ты понимаешь, что если ты сейчас там что-то врежешься, ты на кнопочку reset не сможешь нажать. Не даже больше этого не будет. Придется ждать полдня, пока машину сделают. Миша, такой вот вопрос. Ты знаешь, ведь, ну, это, наверное, не секрет, и об этом все говорят, что где-то со второй половины 70-х, ближе к 80-м годам, та же Formal 1, да и многие спортивные состязания, особенно такого высокого уровня, которые имеют статус мировых серий. Спорта в них становится все меньше, как и техники. Понятно, что влияние техники очень большое, внимание, ну, уделяется этому, и оно оказывает тут-то тоже. Но все-таки это помимо шоу еще и, ну, понятно, что это довольно затратное мероприятие, затратное для всех, в общем-то, и для команд, и для автодромов, для всего. Что спорта стало меньше гораздо, как такового, вот того чистого спорта в отношениях даже между людьми. И насколько вот это... Ты прошел, благо, несколько серий. Соответственно, можно ли сказать, что вот, может быть, даже не юношеский азарт и задор в самых младших сериях, того же спорта, когда фактически все машины одинаковые, и ты можешь выиграть только благодаря себе самому, не более того, потому что внимание, которое оказывается, и деньги, которые затрачены, они все одинаковые. То есть вот эта составляющая, где все-таки больше? В машинах мировой серии, в Формуле-1, или, наверное, все-таки вот в тех сериях, которые, ну, не так часто мы показываем их по телевизору, и немногие о них просто знают, знают об их существовании? Сложно сказать, потому что фактически в Формуле-1, конечно же, не так много борьбы, потому что машины, как ты правильно сказал, все-таки в младших сериях одинаковые. Вот, и из-за этого действительно намного больше зависит от пилота. Но, например, в последний год в Формуле-1 я бы не сказал, что там нет борьбы. Нет, последний сезон это просто... Мы имеем целых четыре претендента на титул при подходе последней гонки. Это удивительно, я считаю. И опять же, что значит спорт? Например, в 70-х годах, да, я согласен, что было, скажем, люди меньше думали о шоу, и больше думали о том, как бы выиграть, как бы независимо ни от чего. Потому что они ходили в гости друг к другу в парк, То есть, как бы не было такого, уйди, это вот, к нам нельзя, мы чужие. Ходили друг к другу падок, да, при этом еще пили пиво вместе и так далее. Ну, вот, например, вот этот аспект, да, последнее впивание пива, там, или еще чего-то, там, за день перед гонкой, я считаю, что это не есть показатель профессионализма, там, да, в спорте. Но надо признать, что тогда еще другое время было и другое отношение к этому. Но с точки зрения, просто, уровня всего, там, команд, пилотов и так далее, ну, конечно же, это несравнимо. Машина 91-го года, Формула-1, проигрывает 5 секунд мировой серии Рено на круге. 91-го. Представляешь себе, а если мы возьмем машину, там, 70-х годов, это будет 15, а то и больше. Ну, да, а когда идет на сотые доли, на тысячные доли секунды здесь уже. Конечно, то есть развитие идет, и потом, опять же, все эти пилоты, которых мы сейчас видим в Формуле-1, они же все тоже с неба свалились. Собственно, да. Они, собственно, как говорится... Итапы большого пути. Они, как говорится, рубились во всех этих маленьких сериях и проявили себя таким образом, чтобы попали в Формула-1. Максим из Москвы, может быть, он... Странно, Максим Москва, Республика Ингушетия. Ну, не знаю, может быть, это город такой-то. Может быть, не будем исключать. Вот. Спросите у гостя, сколько ты, извини, ну, сколько у Формула-1 лошадиных сил, а, у команды Рено именно. И какой разгон до сотни? До сотни нет показателей у них, к сожалению. До сотни, конечно, нет показателей. Если как на самом деле нет показателя мощности, это примерно как в ВРС. Говорится 300, а на самом деле там совсем не 300. Но, скажем так, как в Рено, так и в большинстве команды примерно по 750 сил. Разница там несущественная. Хотя, вот, например, мотор Рено, в общем, в этом году чувствовал себя несколько хуже, чем мотор Феррари, например. Вот. И в этом плане, конечно, Родбулл пострадал слегка. Хотя, пока что кумбоконструкторов у Родбулла. У Родбулла, да. Что интересно. Что интересно. И, кстати... Но мотор это просто не всё. Есть ещё шасси. Вот, я хотел сказать. И ещё, такое выражение, ещё прокладка между рулём и сидением. И настройки. И умение человека настраивать этот автомобиль. Тут, наверное, стоит, как бы, Максиму объяснить ещё и то, что это... Ну, даже, наверное, мировая серия Рено уже к автомобилю не имеет, собственно, ровным счётом никакого отношения. Ну, конечно. Кроме, наверное, мотора, руля и четырёх колёс. Всё остальное там, ну, другое. Вот об этом тоже стоит рассказать. То есть, как вот это всё делается? Нет, просто смысл... Ну, обычный автомобиль, это же надо добавляться с точки А в точку Б, спокойненько там, да, никому не мешая. А там в любом гоночном классе, особенно там в таком, как в Формула-1 или мировой серии Рено, цель добраться с точки А в точку Б максимально быстро. И для этого делается всё. К теми дизайнерами, инженерами, которые работают над машиной. На самом деле, работа очень непростая. Потому что, например, у таких моноклассов, там, GP2 или мировая серия, дизайнеру стоит задача сделать быстрый автомобиль. А быстрый автомобиль, это никогда не просто. Это всегда сложный очень механизм. Но при этом, чтобы с этим автомобилем могли работать все команды. То есть, чтобы они смогли разобраться быстро и так далее. Это, конечно, очень непросто. Вот, например, я думаю, что в следующем году грядёт обновление в GP2 машины. Я думаю, что, честно говоря, пилоты GP2 уже будут конкретно ехать где-то по времени в 20-ке первые. По Формуле-1 даже. Хотя у них, конечно, другие моторы. Понятно, да? Но, тем не менее. Ну, тут важно ещё, что сил-то может быть сколько угодно. Может быть, даже и тысяча с лишним. В общем-то. Но никто не ставит здесь, как в любом виде спорта, показатели максимальной скорости. Ещё что-то. Наверное, никто и не скажет показатели максимальной скорости у любого болида, у того же Формула-1. Кстати, есть такой класс, Суперлига называется, да, который принимает участие в футбольные клубы, спонсирует пилотов. Так вот, там стоит мотор V10, нет, V12 даже. V12, 750 сил, так же, как в Формуле-1. При этом больше момента существенно за счёт большего... Количество цилиндров. То есть, машина в Монце едет быстрее, чем в Формуле-1 напрямую. Но при этом на круге она проигрывает в Формуле-1 секунд 15. Огромная. Огромная разница. Просто за счёт того, что, да, мотор, он, в принципе, мощность такая же, но он тяговитый, он лучше. Но он тяжелее, машина больше, сама тяжелее, резина хуже, а динамики там очень мало. То есть, напрямую, да, она там едет быстро, но когда ты приезжаешь по воротам... А, ещё тормоза там некарбоновые, обычные стоят. То есть, вот в чём, в общем-то, разница очень существенная. Ну, наверное, стоит вот такую вещь сказать. Как-то мы разговаривали о том же Bugatti Veyron и по поводу аэродинамики. Что настолько идеально, не развесовка там по осям, там вообще это гениальное конструкторское, с точки зрения конструктора автомобиль. Так вот, аэродинамика рассчитана там таким образом, что, в принципе, для того, чтобы ехать 300 км в час, этой машине достаточно было 300 сил, а не тысяча одной, как у неё есть. Вот 300 для неё... Вот, наверное, то же самое можно сказать про формулический болид, где, если мы говорим о моносериях, где машинки похожи, то формулы — это уже работа аэродинамщиков, у каждой команды она своя. Почему они такие разные? Разные усики у них появляются, какие-то подкрылки, закрылки, всё разное. Посмотрите, они же совершенно не похожи друг на друга. Что самое интересное, вот если посмотреть по максимальным скоростям напрямую, да, в формуле 1, то там разница может быть громадная, там до 15 км в час. 15 км в час напрямую — это просто пропасть в гонках. Но при этом 15 км в час, там, например, одна команда выигрывает, а другой напрямую, но потом в поворотах, за счёт того, что они выиграли напрямую, у них меньше прижимной силы, там, да, допустим. В поворотах они из-за этого всё слили. Вот, и в результате получается примерно одно время. Одинаково, очень похожая на круги. Вот это вот интересно, то есть, тут ещё разные пути развития, как с точки зрения дизайнерской, как бы людей, которые эту машину разрабатывают, так с точки зрения инженерной мысли. У нас, в принципе, мировая серия то же самое. Там, в зависимости от настроек, максимальная скорость может быть, там, и 260 при максимальной загрузке. Ну, 270, так скажем. А если крылья вообще снять, там, под моно, то это будет чуть за 300. То есть, хотя это моно-серия. Ну, какая существенная разница? Собственно говоря, для этого это и делается. Конечно. Кстати, давай вернёмся к тебе уже. Наконец, опять. Всё-таки о планах на следующий год, может быть, чуть подробнее, потому что как-то на одной из пресс-конференций тебе вот задали вопрос по поводу контрактов на следующий год и, может быть, будущего в «Формуле-1». «Формуле-2». «Формуле-2». Продолжение следует...